МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проповедь называется «Бог, для которого все возможно». «Бог, для которого все возможно». Наш Бог, Он такой, что все Ему возможно. Вы понимаете, если бы я знал, что есть человек, который может решать все мои вопросы, я бы пришел к нему, потанцевал вокруг него немало, потому что мне нужно решать мои вопросы. Но Бог, Он такой, что Он не только может решать мои вопросы, Он хочет решать мои вопросы. Матфея, 19 глава, 26 стих. Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно, Бог же все возможно. Если ты что-то пытался решать через знакомых, через связи и не вышло, не расстраивайся. Потому что есть еще одна связь, которая называется Господь-Бог, для которого все возможно. Ты попытался воспитывать своего ребенка, ты уже угрожал дядей и тете, и знакомыми, и крестными, и не вышло. Не переживай. Есть еще Господь-Бог, для которого даже самый сложный ребенок для Бога возможен. Скажите, все возможно для моего Бога. Вот написана книга Иов, 42 глава. Мне нравится там первый, второй стих. Я прочту второй стих. Написано так. Знаю, ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Иов сделал изучение и сделал вывод, что Бог все может. Это особенно убедительно, когда эти слова звучат из уст человека, который потерял всех своих детей, потерял все, что имел, сам заболел при смерти, чуть ли бомжовал, жена его уже презирела, не могла дождаться, когда он умрет наконец. Это называется, все пропало. И этот человек, столкнувшись с этой бедой, после всего он говорит, я знаю, что Бог все может. И намерение твое не может быть остановлено. Кто пытается останавливать намерение Божие? Первое, это люди, и дьявол, и мысли, и мнения людей. Заметите, как только Бог задумал что-то сделать, никто и ничто никогда не может остановить. Следовательно, если ты человек, который с Богом и делаешь планы Божьи, ничто и никто не может тебя остановить. Единственное, кто может остановить, это ты и Бог. Поэтому заметьте, если я найду намерение Божие, я включусь в них, я счастлив. И я, когда открыл Библию, я обнаружил, в Библии есть такие вещи, называются обетование Божие. Что такое обетование Божие? Обетование Божие, это Божие намерение по отношению к нам через Иисуса Христа. Настолько обетование Божие является сильными намерениями Божьими, что для того, чтобы они появились, понадобилась смерть Иисуса Христа. Вот Библия говорит, ибо Бог так возлюбил нас, что когда мы еще были грешными, Иисус умер за нас. И мне нравится, написано, доказывает свою любовь к нам. Обетование Божие, это самое мощное утверждение на этой земле, потому что они гарантированы смертью Сына Божьего. Если Бог когда-нибудь имел намерения что-нибудь делать, то обетование Божие, это стопроцентные Божие намерения. Получается, если обетование Божие, это стопроцентные намерения Божие, это означает, если я поверю, если я приму, то никто и ничто не может остановить. Вы заметили, есть такие люди, которые, когда с ними Бог, неважно, как ты на Него кричишь, неважно, как ты желаешь Ему смерть, если Бог, нельзя таких людей остановить. Главное в жизни, чтобы с тобою был Бог. И Он решил вопросы твои, тогда понятие сопротивления исчезает. Смотри, как написано в Ереме 29 глава 11 стих. Написано так. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Иов говорит, знаешь, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Поэтому мне важно знать, какие намерения у Бога по отношению ко мне. Потому что это намерение никто, нигде, никогда не может остановить. Теперь смотрите, что Бог говорит. 29 главы Ереме 11 стих. Он говорит. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Смотрите. Намерения его остановить нельзя. Какие у него намерения по отношению к нам? Во благо, не на зло. Если Бог сказал во благо и помолчал после этого, мы бы сказали, ну, Он сказал во благо, но, наверное, для некоторых людей у Него есть зло. А Он поэтому сказал во благо, а не на зло. То есть с Его стороны зла нет. От Бога только на благо. Дальше. Дать надежду и будущность. Если намерение Божие никто не может остановить, а Он говорит, я хочу дать тебе благо, надежду и будущность, тогда какое у меня будущее? Скажите мне благое с надеждой и будущность. Ой, пастор Генрис, что врачи-то вчера сказали мне, что у меня две недели жить. Я понимаю, что врачи сказали, но я понимаю, что Бог сказал. Дать тебе что? Благо, надежду и будущность. Да, но моя мама сказала, что я такой же, как папа, наверное, я умру, да, пусть мама говорит, что хочет, но вот что Бог говорит, даю тебе что? Благо. А вот моя жена сказала, я никуда шли, что Бог говорит, благо, надежду и будущность. Это значит, будущность, значит, есть продолжение жизни. Это не конец. Скажите, аминь, надежду, значит, еще есть изменение, шанс на перемене. Благо, значит, не все останется плохо навсегда. Мне нравится, что Бог четко выражает свои намерения по отношению к нам. Скажите, аминь. И вот возникает вопрос, а чтобы эта способность Божия, которая неограничена, работала для меня, пастор Генри, что мне нужно делать? Это важный вопрос. Я на него и отвечу. Номер один. Я хочу, чтобы, поскольку Бог все может, намерения Его исполняются, но мне надо, чтобы Он захотел это делать в моей жизни. Я хочу, чтобы Он включился в моих делах. Я хочу, чтобы Бог относился к моим делам, как к Его делам. И вот поэтому первое, 29 глава Исайя, мы с этого начинаем. Для того, чтобы ты желаешь видеть силу Божию, способность Божию в твоей жизни, не просто одноразовое, а постоянно, регулярно, со дня на день, все время, во всех обстоятельствах, независимо от того, спишь или ходишь. 29 глава Иеремия очень важна. Вот написано так, 12 стих по 14. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Бог обращается к Израилю во время, когда они были в плену в Вавилонске. А в Вавилоне это была крупнейшая империя. Вот туда выходить это было невозможно. Вы понимаете? Поколение, которое взято в рабство, оно там и умирало. Это сильнейшая империя. Попробуй выпуститься из этого плену. Невозможно. А Бог говорит, а я это могу. Я могу вас возвращать. В том месте, откуда вы вышли. Да, да, могу. Правда, интересно сразу. Если ты можешь, что нам делать? А Он говорит, первое, воззовете ко мне, взыщете меня, я буду найден вами, и вас возвращу. Правда, четко, понятно. Сегодня многие люди находятся в разных состояниях плену. кто в плену мыслей, кто в плену мыслей, кто в плену демонических, кто в плену болезней, кто в плену чего-то, ты зажат со всех сторон. Ты знаешь, куда надо вернуться, куда надо идти. Не получается. А Бог говорит, я могу, я возвращу, я высвобожу тебя, я отпущу тебя. Самая мощная империя того времени, вавилонская, для Бога было не вопрос. А Он говорит, ну, от вас я прошу, чтобы я вошел в действие, чтобы моя рука начала работать, мне нужно, чтобы, первое, вы воззвали ко мне. Теперь я понимаю, Вартимей Синтимеев. Он знал эту истину. Вартимей Синтимеев сидит слепой, просит милосты. Иисус весьма намеревался проходить. Вот это суеверный подход. Если Бог хочет, пусть прикоснется. Нет. Вартимей знал, есть условия. Если я не воззву, я не позову, я останусь слепым. Твоя судьба в твоих руках. Хотя это Бог решает, но включатели – это ты. Ты включатель. И поэтому Вартимей начал звать Иисус, Син Давидов, помилуй меня. Иисус, Син Давидов, настолько он кричал, что Иисус решил остановиться. Это не было в оригинальном плане. Но он остановился ради него. Даже ученики пытались сказать, не надо. Но как только Иисус решил остановиться, видите, как только Бог намерен что-то делать, уже мнение людей с того момента теряют смысл. Скажи да аминь. Как только Иисус сказал, позовите его ко мне. Там было мнение людей, которые сказали, замолчи, не кричи. Но как только Бог сказал, позовите его ко мне, тут же действия этих мнений закончились. Есть одно мнение, которое тебе нужно в жизни. Это мнение Господа Бога. Скажите со мной аминь. Вот что я хочу вам сказать. Если ты хочешь, чтобы вот эта сила Бога, которая все время может, работала постоянно в твоей жизни, будь человеком постоянной молитвы. Почему многие христиане, они бессиле, они не молятся толком, нету молитвы. Они молятся перед едой и только если какие-то верующие присутствуют у них в гостях. Это вся молитва, которая у них есть. Невозможно видеть силию Божию, работающую на твоей стороне в этот Бог, который все может, если ты не бываешь в молитве. Ой, пастор Генри, я наполняюсь Духом Святым, мне это хватит. Наполнение Духа Святого не заменяет молитву. Наполнение Духа Святого приходит для того, чтобы ты лучше молился. Заметите, Бог ожидает, чтобы христианин был человеком, который молится молитву ходатайства. Иногда нужно не за себя молиться, а за других. Иногда нужно сражаться за других, но удивительно, когда ты молишься Богу за других, Бог начинает включаться в твою ситуацию за тебя. Любая молитва, то ли я за себя, то ли за кого-то, высвобождает большую силу. Второе, что Бог говорит, вы хотите, чтобы намерения моего блага исполнились? Да. Вы хотите надежду? Да. Вы хотите будущность? Да. Возовете ко мне. Второе, взыщите меня всем сердцем. Заметите, Бог говорит, вас взяли в плену в Вавилонию, да. Там солдат дежурит вокруг вас, да. Вы в рабстве, да. У вас силы опрокинуть своего притеснителя нет? Нету. Он говорит, но я могу это сделать. Как? Вот взыщите меня, и я сделаю. взыщите меня, и я сделаю. То есть, главное нужно сердцем и искренне. И в этом нужно даже себя дисциплинировать. Павел и Сила сидели в тюрьме, и они возвали к Богу. И он прибежал и сказал, вот я. настолько Бог бежал, что тюрьма просто расшаталась, землетрясения. На всякий случай он приказал, чтобы все цепи упали. На всякий случай. И у всех упали цепи. Когда он приходит, он приходит с силой больше, чем достаточно. получается, что искать его лицо, взывать к нему молитвенную жизнь, делать, чтобы Бог бежал в твою сторону всегда. Скажите со мной Аминь. Аввакум 3 главы вот 17 по 19 стих написано так. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах и маслина изменила и нива не дала пищи. Хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скотя в сто илах. Это называется полный провал. Вы представляете, этот человек он вообще это не только у него кредиты, у него много кредитов, еще и долгов. И вообще он не на что надеется. Это в этом случае можно думать, что выход это смерть. Но смотрите, что он делает. 18 стих. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. когда говорится я буду радоваться, это говорит о том, что это решение мое. Не все в этой жизни делается только потому, что Бог решает. Делается потому, что я решил. Я буду радоваться. Я увидел это у Давида. Давид говорит, душа моя, что ты там униваешь? Что ты там расстроен? Я буду еще хвалить Господа, радоваться моим Богом. Они нашли, что это решение оказывается. Когда все на нуле. Но у этого человека не на нуле, все потому, что маслина не сработала. Это значит на целый год. Это не просто вчера, завтра не будет. Это нет урожая, значит это 12 месяцев. И он говорит, но тогда я буду радоваться, о Господе. Что когда перед тобой в жизни тупик и не видно выхода, есть один выход, есть ворота, есть двери, которые в Боге. Скажите, выход в Боге. Когда ни о чем радоваться. Иногда такое бывает в жизни, когда смотришь налево, направо, сверху, вниз, и радоваться вообще ни о чем. Авраам оказался в положении Аввакума. Он женился. Надежда, знаете, какая высокая в день свадьбы. Притом Сара была одной самой красивой девушке, даже, наверное, самая красивая девушка на земле в то время, мисс мира. Он женился на мисс Вселенной. Настолько, что когда ей было 90 лет, за нее эти цари гнались. Вы знаете, как 90-летняя женщина. И цари пытаются вообще этого. Но вот Авраам так женился на красавцу стрельбе. И потом в городе сначала исчезать потихоньку, потому что уже год, два, три, четыре, пять, шесть, нет детей. Вообще ноль. Уже пришли к выводу, что бесплодные. Вы знаете, как интересно, что иногда мы можем возничать перед людьми, не зная о будущем. А так ситуация поменяется настолько в будущем, что потом пожалеть и зачем я его унизил. Вы понимаете? Зачем не узнали плод духа включать? Откуда я знал, откуда? Ну, вот в том-то и дело, что всегда живи со включенным плодом духа. И уже дошло, знаете, когда 10 лет нету детей, это одно. А когда уже ему 100, а ей 90. Но ему-то еще ничего. А ей-то зачатие ребенка нельзя в 90 лет. Вы знаете, как можно адаптироваться к поражению? прямо привыкать к своему поражению настолько, что вся жизнь уже построена вокруг поражения. Сколько людей сегодня живут жизни построено вокруг поражения. И Бог смотрит на все это. И он решил поменять ситуацию. Скажите, Бог решил поменять. И он говорит, Авраам, да, ты будешь отцом многих народов. Наверное, Англия сказал, Господь, знаешь, что ты сказал? Я обещал, что он будет отцом многих народов. Господь, его жене 90, ему 100. Вот, когда Бог сказал, обстоятельства у Авраама и Сары вообще отвратительны. Авраам, согласно римлянам 4 глава, как написано, я поставил тебя отцом многих народов. А он при этом время вообще на нуле. Жене 90 лет. И притом она бесплодная. И Бог тут вздумается прийти и сказать, Авраам, да, ты будешь отцом многих народов. А где ты был, Господь, все эти годы? Представляешь, сколько позор я проходил в жизни. Авраам вспомнил все позори, когда они боялись на вечеринках ходить, потому что от них начали сплетничать, у них детей нет, у них детей нет. Уже вы знаете, как столько, столько, и тут Бог пришел. Вот многие люди бросаются в обидах и вместо того, чтобы начать доверять Богу. И смотри, что Авраам сделал. Перед Богом, которым он поверил, потому он животворящий, мертвый и называет несуществующий как существующий. Он сверх надежды поверил, с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленна будет семья твоя. И не изнемогший в вере, он не помыслал, что тело его почти столетное, уже омертвел, не поколебался в обетовании Божьим, неверием, но прибыл в твердой вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. Заметите, первое, Авраам услышал намерение Божие. Вот смотрите, зачем мы приходим в церковь? Да, чтобы поклоняться Богу, но иногда нам нужно слышать, какие планы Божьи обо мне. Чтобы я знал, с чего мне толкнуться, с чем начинать работать, куда мои решения, Бог желает дать тебе благо, надежду и будущее. Скажите Амин. И поэтому Аврааму сказали, ты будешь отцом многих народов. И он принял решение. Бог сказал, мои обстоятельства громкие, негативные, но это уже ничего не значит. Что он сделал? Он поверил, сверхнадежды, поверил, через что он сделал отцом многих народов. Он не мог верить, не помышлял. Вы понимаете, есть вещи, которые, когда я думаю о них, моя радость о Боге исчезает, моя уверенность исчезает, мое ожидание исчезает, моя надежда исчезает. Раньше у меня только мысли были, которые мне мешали. Потом еще появились люди, которые только их видят, у меня все исчезает. Я пришел к выбору, что Авраам не мыслил, но моя задача не только не мыслить, но даже некоторых типов не видеть. Вы понимаете? Потому что когда я слушаю их разговоры, эти разговоры уничтожают меня, моя вера умирает, мой настрой падает, я уже ни к чему не хочу служить, из-за их слова я пришел к выводу, сделаю как Авраам. Авраам он не помыслил, он защитил себя, раз он это сделал, значит плохие помышления помешали бы Божьему плану. Значит определенные мышления, определенные ход мысли, определенные мировоззрения и взгляды на жизнь помешает плану Божьему. И поэтому говорит о том, что если Бог хочет, пусть нет, твое мышление повлияет, какие голоса слышишь, повлияет, вот поэтому он не помышлял о своем теле, о телесаре, он решил об этом думать не буду. И это помог ему не колебаться и не терять свою уверенность. И прибыл твердой веры и воздал славу Богу, будучи вполне уверен, что Бог исполнит. Он был вполне уверен. И все вещи, которые убирают мое вполне уверен, я их убираю. И я хочу сохранить вполне уверен. Я хочу сохранить надежду, хочу сохранить будущее. И Бог включится. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужение, которое проходит в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01-001 город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380-44-501-69-36. Режести